Всем привет, ребят! С вами MegaObzor.com и сегодня у нас на тестах роутер Tenda Y15E. Этот роутер ориентирован на SMB, на запуск сетей в семейных гостиницах, кафе, в офисах. Если эта тема вам интересна, предлагаю ознакомиться. Средний стоимость заряд 3500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Его более подробной информации и цены по ссылке в описании к этому видео. Комплект получает патч-корд, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца. Корпус выполнен из металла, актуальна с учетом возможности размещения в общедоступном месте. Коробка в форме параллелепипеда с прямыми углами. Справа-слева вентиляционная решетка, обеспечивающая отвод теплого воздуха. На фронтальной панели выведен ряд светодиодных индикаторов, отображающих режим работы и активность подключения. Нанесена наклейка, оформленная фирмой на цветах компании, с названием модели и информацией по стандарту без проводного подключения. Есть четыре поворотные антенны с высоким коэффициентом усиления. Выбранное положение жестко фиксируется. На задней панели сгруппировано 5 LAN разъемов, по одному выведены под LAN и WAN, и также есть центральные, которые могут использоваться как под LAN, так и под WAN. Доступно гнездо питания и скрытая кнопка перезагрузки. Блок питания в нижней, снизу тендра Y15E, есть пара ушек. На стену можно будет без проблем зафиксировать. По центру наклейка с техническими данными. Внутри корпуса скрывается печатная плата темно-синего цвета. Установлен массивный алюминиевый радиатор, здесь мы видим чип Broadcom. При входе в панель управления в стартовом окне отображаются настройки подключения к интернету. Тут можно задать настройки по WAN разъемам и количество портов, задействованных под провайдера. Поддерживаются все используемые в России технологии подключения. Для WAN есть отдельные настройки. Остается параметр LAN, подключение с выбором IP-адресов и резервирование, перенаправление портов, статичные маршруты, настройка DNS кэширования. Для Wi-Fi подключения задается название сети, для каждого из диапазонов пароль подключения и тип защиты. Включаются дополнительные имена. Есть общие настройки с выбором региона, силы сигнала, частоты и канала. Проводится оптимизация работы беспроводной сети. Доступна гостевая сеть с отдельными IP-адресами. В TENDA WY15E поддерживается функция репитера. Включается режим защиты без проводного подключения. Задается скоростной лимит подключения и максимальная скорость загрузки для клиентов. Поддерживается VPN. Есть функция безопасности с фильтрацией IP-адресов и Firewall. Можно активировать страницу авторизации для пользователей. Есть PPUE-авторизация с выбором отдельных параметров для каждого пользователя в отдельности. Задается длительность подключения. Запускаем виртуальный сервер с первонаправлением адресов и сервисом для DNS. В разделе общих настройок можно будет обновить прошивку, загрузить настройки и запустить удаленное подключение к веб-панели. Доступны инструменты диагностики. Тестирование мы проводили в редакции. Используя в качестве провайдера Ростелеком скорость 100. И здесь у нас как раз входящий тоже 100. Подключение к сети прошло быстро, как и запуск без проводной сети. На частоте 2,4 ГГц скорость скачивания загрузки составила 41,25 соответственно. На частоте 5 ГГц 94,69 тоже соответственно. Роутер позволяет организовать SMS-авторизацию для пользователей, подключаемых к сети. Данные для страниц авторизации тоже можно задать самостоятельно. Работает функция корректно. Tenda WA15E с учетом невысокой стоимости и предлагаемых возможностей станет отличным выбором для развертанных сетей с общественным доступом. Позволяя при минимальных затратах предоставить своим клиентам и гостям доступ в сеть в двух диапазонах, детализированные настройки, SMS-регистрация, фильтрация, firewall, балансировка нагрузки Multivan, VPN-сервис, металлический корпус. С удовольствием обсудим этот ротер с вами, ребят. Всем спасибо за внимание и пока-пока.